Друзья, здравствуйте! Меня зовут Наталья. Вы на канале прогулки по Харькову. Сегодня я хочу вам показать Тюринское озеро. Это место мало известно в Харькове. Конечно, местные жители его хорошо знают, но я думаю, что большая часть харьковчан о нем ничего не знают. Кстати, здесь есть источник. Можно набрать воды. И благодаря этой воде вода в самом озере проточная, и она сильно не заболачивается. При желании можно купить воду фильтрованную и газированную, но многие берут воду просто в самом источнике. Давайте пройдемся вдоль озера, а затем наберем водички. Вода вот так вот вытекает из подземного источника в озеро. И таким образом она здесь довольно свежая. Даже плавают уточки. Вот одна большая утка плавает, и вот там в камышах где-то была еще одна маленькая уточка. Конечно, каждое уважающее себя озеро имеет свою легенду. Такая же легенда есть и у этого озера. Говорят, что казак Харько в этом озере мыл свою саблю. Озеро было глубокое. Он саблю уронил, и она утонула в воде. Казак Харько прыгнул в воду. Саблю долго искал, но так ее и не нашел. Вот такая легенда. А название это озеро, этот район получил от имени действующего статского советника Федора Тюрина, который в 19 веке здесь построил свою дачу. Скорее всего, дача или большая усадьба располагалась на этом холме, который вел к этому озеру. Тут давным-давно частный сектор, лестница еще с советских времен стоит разрушена. И пока никому не нужно, никто ее не восстанавливает. В советские годы это озеро было более ухоженное, более глубокое. Здесь не только ловили рыбу, но еще и проводили спортивные водные соревнования. Даже в центре озера можно заметить остатки вышки. Озеро сейчас замерзло, потому что ночью были морозы. Вот мы видим, это такой мостик небольшой, сижий для рыбаков. И тут, насколько я знаю, какая-то рыба водится. Один рыбачок вот там далеке сидит и что-то даже ловит. К сожалению, территория вокруг озера была заброшена и, наверное, до сих пор заброшена. Много мусора. Но, насколько я знаю, что лето местные жители неоднократно собирались вместе и пытались это озеро очистить. Если внимательно рассматривать берег, то видим, что из-под земли бьет много ключей. Прямо в озеро вода стекает. Тут, конечно, ее набрать невозможно. Мы наберем воду в другом месте. Но видите, что здесь под землей, под почвой, наверное, есть какое-то и подземное озеро. Поэтому воды много и сверху на поверхности. В этом месте тоже вода течет. Ну, а это, вероятно, были беседки для отдыхающих. Я думаю, что летом здесь очень приятно отдыхать. Вот, смотрите, слева озера я иду по берегу, по тропинке. А справа небольшая труба и вода выливается дальше в ручеек. И, насколько я знаю, потом эта вода вытекает в речку Харьков. Именно поэтому вода здесь не застаивается, она проточная. Кстати, вдоль озера много ив. Раньше было еще больше, но некоторые высохли, их срубили. Но я думаю, что здесь летом должно быть просто необыкновенно приятно. Вот так вот вода вытекает из этого озера. А дальше небольшой мостик. Как интересно, все устроено природой. Все куда-то течет, вытекает, затекает. Ничего не стоит просто так. Это холм, на котором стояла усадьба Тюрина. Ну, а мы, наверное, идем уже набирать воду. Я думаю, что эти ивы очень и очень старые. Очень широкий ствол, большая крона. Было бы неплохо, если бы это место облагородили. Озеро почистили. Поставили красивые скамейки, беседки. Привели в порядок лестницу. И здесь можно было бы, конечно, отдыхать в течение всего года. Тут есть детская площадка. Я думаю, что летом с детками здесь погулять можно. Идемте ближе к воде. Наберем воду. Кстати, вот такой большой красивый орел стоит на виде стали возле источника. Много труб набрать можно. Воды спокойно, без очереди. Немного скользкие ступеньки, намерзла вода. Вот видите, прям из стены тоже бегут ручки. Все, дорогие зрители, я буду видео заканчивать. Если было интересно, комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Будем гулять по Харькову вместе. До скорых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.